Итак, дорогие друзья, наш вечер профессионального бокса продолжается. И впереди поединки турнира «Путь чемпионов». Первый из них – 4 раунда «Легчайший вес». Рефери в ринге Алексей Куракин. Встречаем участников. В синий угол ринга боец из Дагестана – Мурат Рабаданов! Итак, представили нам участников следующей пары бойцов сегодняшнего вечера. Первый из них – Мурат Рабаданов. Видимо, возраст рос и весовую категорию бойцов. Мурату Рабаданову 31 год. Его профессиональный рекорд – 4 боя, 3 победы, 1 поражение. Одна победа нокаутом. Дебютировал он в феврале 2013 года. Тогда единогласным решением судья одержал победу над Байрамом Бухамедовым. Красный угол ринга. Боец из Краснодара. Андрей Федорцов! Ну и соперник Мурата Рабаданова – Андрей Федорцов. Ему 30 лет. Он дебютировал в 2018 году в марте. Его рост 161 сантиметров. Дебютировал он в поединке против Николая Попова. И тогда техническим нокаутом одержал победу. Его профессиональный рекорд – 1 бой, 1 победа. И 1 нокаут. Субтитры сделал DimaTorzok Представляем участников четырехраундового поединка во втором легчайшем весе. В синем углу ринга боксеру 20 лет, рост 172 сантиметра, вес 56 килограммов ровно. Провел один бой и одержал победу. Кандидат мастера спорта из Дагестана – Мурат Рабадана. Красный угол ринга. Боксеру 30 лет, рост 161 сантиметр, вес 55 килограммов 100 граммов. На профессиональном ринге провел один бой и одержал в нем досрочную победу. Мастер спорта из Краснодара – Андрей Федорцов. Рейдер в ринге Алексей Куракин. На середину. Головой не те, опасно. Ниже пояса не бить, слышать команды. Вы правила знаете. Пожмите руки. Удачи. Первый раунд. Итак, начинается у нас этот поединок. Андрей Федорцов против Мурата Рабаданова. У обоих бойцов одинаковые, как оказалось, послужные списки. Один бой – одна победа. Посмотрим, кто сегодня потерпит первое поражение в карьере. В красных перчатках у нас Андрей Федорцов. В синих перчатках Мурат Рабаданов. Пока что активнее начинает Федорцов. Сейчас хорошо попал. Вот сейчас включился Рабаданов. Не дает Федорцову поддавливать его канатом. Очень хорошо, хорошо подсаживается под удары Андрей Федорцов. Очень быстро раскусил он Мурата Рабаданова. Видимо, что затейпирована спина у Федорцова. Возможно, было какое-то повреждение. Хорошо обороняется корпусом Федорцов. Сейчас зажал его в угол Рабаданов, но ни разу не попал. Вперед, вперед пошел Федорцов. Сейчас пару раз точно по голове попал Рабаданову. Но держит пока что Мурат, несмотря на то, что уже у него покраснело лицо. Результат пропущенных ударов. Пока что защита откровенно лучше у Федорцова. На самом деле неудивительно, несмотря на небогатый профессиональный рекорд Андрея Федорцова. Ему 30 лет. Я думаю, у него очень интересная любительская карьера за плечами. Поэтому неудивительно, что техника бокса у него чуть выше. Ураду Рабаданову, напомню, всего 20 лет. Это совсем еще молодой боец. Старается сейчас перевернуть ход поединка Рабаданов. Стал больше поддавливать в концовке раунда. Дается у нас 10 секунд в первом раунде. Федорцов пока что выглядит предпочтительнее, несмотря на то, что, казалось бы, очевидных ошибок Рабаданов не допускал. Ну, ждем второй раунд. Посмотрим, может, как и в первом поединке, все поменяется. Видим мы самые интересные моменты первой трехминутки. Вот, даже сейчас показали нам комбинацию Рабаданова, ну, практически все удары пришлись по защите. Во время как Федорцов вот так бросается с огромным количеством ударов вперед, выбрасывает много легких джебов, рассредотачивает оборону соперника и прячет там один сильный апперкот или хук. Секунданты. Второй раунд. Итак, продолжается у нас поединок, второй раунд на очереди. Напомню, всего у нас запланировано 4 раунда в этом поединке. Это у нас весовая категория до 54 килограммов. Стал чаще вперед сразу же с порога выходить. Мурат Рабаданов, но Федорцов тоже не сбавляет темп. Чаще и чаще старается разбивать защиту оппонента большим количеством ударов Федорцов. Быстрые руки у него. Меняет стойки Федорцов, пытается запутать своего оппонента. Пока что ничего не получается у Мурата Рабаданова. Пытается он как-то навязать свою работу, но практически все его удары приходятся либо мимо, либо по защите. Но вот сейчас опустил руки Федорцов, достал его Рабаданов. Левым крюком в челюсть. Открывается Федорцов. Пытается вытягивать на себя соперника. Хорошо защищается корпусом. Уводит голову с линии атаки. Всем упустил руки Федорцов. Очень-очень хочет, чтобы открылся Рабаданов и бросился в атаку. Продолжает активно работать Федорцов. Подсказывает ему тренер. Призывает использовать маятник, так называемый. Чаще раскачивается корпусом, запутывает соперника. Мурату Рабаданову пока что очень тяжело. Не получается у него этот поединок, откровенно говоря. Достает он, достает, конечно, Андрея Федорцова. Но тем не менее, гораздо больше ударов Федорцов доносит до цели. К тому же я бы не сказал, что здесь будет легко решить поединок одним ударом. Все-таки это не та весовая категория. И на этом заканчивается второй раунд. Половина поединка у нас позади. Еще впереди два запланированных раунда. Ну, пока что очень спокойно работает Андрей Федорцов. Взял он контроль над поединком. Навязал сопернику собственный темп. Очень комфортно на высоких скоростях себя чувствует Андрей. Сейчас покажут нам его. Вот скоростные комбинации. И ничего с ними не может сделать Рабаданов. Даже когда Мурат подходит с ударом, как вот, например, сейчас все принимает на защиту Федорцов и тут же отвечает собственными комбинациями. Секунданты. На уклоне, на нырках работать. Давай. Третий раунд. Итак, третий раунд в этом поединке мы смотрим. Сейчас подсказывает Андрею Федорцову тренер. Включать, включать маятник. Хорошо защищается корпусом Федорцов. Видит этот тренер, призывает его этим пользоваться. Конечно, ведется на этом Мурат Рабаданов. Очень много ударов мимо у Мурата. Вот сейчас стал обрабатывать корпус. Не так легко Федорцову уворачиваться именно от ударов по корпусу. Возможно, в этом секрет успеха для Мурата. Пока что Федорцов его, откровенно говоря, перебоксировал. Первые два раунда откровенно. Нужно что-то менять Мурату в своей работе. Ну, такой очень зрелищный боец Андрей Федорцов. Не стесняется он работы на высоких скоростях. Хорошо защищается. Вот сейчас очень много ударов принял на защиту. Сейчас пытались в размен такой зайти бойцы. Никто ни по кому не попал в итоге. Призывают Федорцова из угла не забывать держать руки на месте. Действительно очень важно. Такой зрелищный бокс нам показывает Федорцов. Очень интересная у него манера. Очень хорошо он двигается над корпусом. Очень хорошие, быстрые комбинации ударов показывает. Хорошо функционально подготовлен Андрей, потому что, в отличие от Мурата, пока что ни следа усталости мы не видим у Андрея. Временем к концу уже подходит третий раунд. Начал, конечно, больше пропускать уже Федорцов, больше открываться под соперника. Чувствует свое преимущество Андрей. Нужно ему сохранять спокойствие в такой ситуации. Потому что поединок, можно сказать, он контролирует. Не нужно терять это из-за какой-то рассеянности. У Мурата все так же не получается то, что он задумывал. Очень много ударов он выбрасывает, но очень мало попадает. Концовка третьего раунда. Возможно, включатся сейчас бойцы. Да, снова Мурат Рамаданов пошел вперед с ударами. Снова ушел с линии атаки. Андрей, простите, конечно, Андрей Федорцов. И мы ждем заключительный четвертый раунд в этом поединке. Сейчас ноги стоят? Собери. Это заключение раунд, понял? Работай по муску, понял? Только не жди его, не жди. Сам веди его. Подводи, подводи. Перемьер, понял? Бегу рай. Перемьер. Финальный четвертый раунд Итак, дорогие друзья, смотрим мы с вами финальный четвертый раунд Напомню, это у нас Андрей Федорцов Перчатки красного цвета Против Мурада Рабаданова Перчатки синего цвета Это весовая категория до 54 килограммов Судя по всему, включится на полную мощность у нас сейчас Рабаданов Потому что пошел вперед с ударами, пару раз даже зацепил Федорцова Тому нужно сохранять спокойствие, довести дело до победного Потому что очень уверенно отбоксировал предыдущие три раунда Федорцов Нельзя ему менять манеру Все получается сегодня у Андрея Интересная манера защиты у Андрея Федорцова Чаще опускает он руки Ну так весь бой выманивал на себя Мурада Рабаданова Андрей Все у него получалось Сейчас Мурад, как говорится, как миленький выходит под удары Сейчас пропускает жесткий крюк справа Цепанул, простите, конечно же, Федорцов Да, цепанул сейчас еще раз Рабаданова В очень тяжелом положении Мурад Ничего не получается у него в этом поединке Ну вот сейчас видна разница функциональной подготовки между бойцами Позволяет себе откровенные наглости уже Андрей Федорцов Буквально прыгает вокруг своего соперника Обходит того на каких-то невероятных скоростях У Мурада Рабаданова столько сил нет Показывает шоу Зрителям Андрей Федорцов Для тех, кто любит зрелищный бокс Следите за ним внимательнее Тем временем чуть больше 30 секунд у нас остается в этом поединке Призывают дорабатывать Андрея Федорцова Но я так понимаю, он и не собирается расслабляться Его все устраивает Он очень уверенно себя чувствует И закончен поединок Ну что ж, дорогие друзья, ждем решения судей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Единогласным решением судей одержал Андрей Федорцов! Итак, без сюрпризов у нас Андрей Федорцов провел очень уверенный поединок Контролировал своего соперника на каждом шагу И заслужил эту победу Мы поздравляем Федорцова со второй победой в двух поединках Конечно же, уважение Мураду Роботанову Удача в следующих поединках А мы ждем следующую пару бойцов Добавил субтитры Алексею Дубровскому!